Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю очень быструю, но вкусную домашнюю пиццу с сосисками, соусом. Соус у меня покупной, стоит недорого, покупала в ленте. Сыр твердый, полутвердый, у кого все что есть. И тесто. Ссылка на тесто, как я делаю ферментированное тесто для пиццы, будет внизу под видео. Также буквально 2 столовые ложки оливкового масла для вкуса, но это по желанию. Итак, прежде всего разогреваем духовку на максимальную. У меня это 275 градусов. И тесто. То есть вот у меня форма специальная для пиццы. И раскатываю тесто. Даже не раскатываю, чтобы вот эти пузырьки не полопались, а растягиваю по диаметру формы. Вообще, конечно, вот эта домашняя пицца, она получается невероятно вкусной. Вы сами знаете, что вы туда кладете, то есть без каких-то вредных добавок. Ну, конечно, сосиски это не лучший вариант, но тем не менее. Еще сыр, когда покупаете, смотрите, чтобы там не было ГМО. Это Е249, Е250, Е251 и Е252. Потому что эти добавки достаточно опасны для жизни вообще, для, скажем так, для продолжения рода. Поэтому лучше избегать, обходить их стороной, не совершать такие покупки. Тесто я растягиваю. У меня и сыр, и сосиски достаточно пересоленые. Поэтому я... соус тоже достаточно соленый. Поэтому я просто выкладываю соус несколько ложек. Так, духовка у меня уже готова. Вот эта пицца делается буквально за 5 минут. Ну, плюс, конечно, 10 минут на выпекание. Вот это тесто для пиццы, оно прекрасно переносит заморозку. Как правило, я делаю сразу несколько порций. Вот, и чтобы это, в случае необходимости, кусочек поделю на порции, достаю прям в пакете в полиэтиленовом. Это все должно размораживаться, чтобы не нарушилась вот эта микрофлора, которая там присутствует. Вот, и все. Вот оно, тесто. Вот они, сосиски. Так, смазала соусом. Соус покупной. Конечно, я заготавливаю на зиму, но решила достать покупной. Все, порезали сосиски быстренько. Конечно, это очень простой вариант. Дети от него просто в восторге. Но, вот это тесто, оно универсальное. То есть, вы можете приготовить абсолютно любую пиццу по вашему вкусу и по вашим возможностям и предпочтениям. То есть, это может быть с ананасами, с креветками пицца. Тесто абсолютно универсальное. Так, разложили сосиски. Ну, почему-то дети любят именно вот сосиски. Самое такое, вредное все. И теперь на крупной терке натираю сыр. Так, сыра у меня получилось не очень много. И поэтому я, конечно, добавлю. Потому что у меня сыр любят. У меня вообще любят, когда начинки больше, чем основного ингредиента. Я купила вот такой сыр. То есть, брала по акции. Очень удобно. Это сыр для бездельников. Он тертый. Производство российское, конечно. Но он тертый уже. Поэтому, если... Вот мне не хватило сыра для пиццы. Я его просто достаю. Разрезаю. Сыр, кстати, очень недорогой. Но невероятно вкусный. То есть, это уже у меня вторая пачка пошла. Я его покупала для фондю. Причем здесь рецепт, что и добавьте вино, и добавьте приправы. Мы просто растопили. И с крутонами, вот с гренками съели. Было очень вкусно. Вот, теперь достаю вот этот сыр. Здесь грюир, мааздам и чеддер. Он вот даже видно, что по цвету он немного разный. Но такой приятный сыр, поэтому, чтобы было начинки много, чтобы были все довольны в разогретую на максимальной огне духовку. Буквально на 10 минут. Я занимаюсь пока своими делами. А у меня выпекается моя домашняя пицца. 10 минут прошло. Вот я достала из духовки. Даю буквально пару минут остыть, чтобы она отлежалась, так сказать. Так, салатик. Любой салат, чтобы как-то впихнуть в детей овощи. Побольше майонеза. И вот такая пицца. Очень вкусная, очень ароматная и сытная. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.